Ай, Наташа, и мне, пожалуйста, текст Байбаловой, нашей Нади. Бабайлова, только не путай меня, Бабайлова. Бабайлова, вот я вот, Надежда Бабайлова, Бабайлова. Ох, какая фамилия. Это уже фамилия моих детей, вообще я Крючкова. А, вот оно как. А вот посмотри, а я себя всегда пишу, у тебя есть такое, как говорили раньше, партейный псевдоним «Надежда ты наша». Да, я очень горжусь. Да, а поскольку у нас сейчас будет щекотливая тема, потому что у тебя там в прозе.ру написано, Наташа, покажи, Наташа у меня из Белоруссии помогает прямо по... Я дам, Наташа, здравствуй, я знаю про тебя, заочно. В айпаде она мне помогает. Привет, вижу. Молодчина, спасибо тебе. Она уже всю книгу закончила, и знаешь, что у нее в конце в книге? О-о-о, такой вот, когда прочитают, люди обалдеют. Ну давай, там такая... Сейчас я дверь закрою, у меня там за дверями мужик спит, сейчас. Да, 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 давай. А то, не дай Бог, услышит, о чем ты сейчас будешь со мной говорить. Тут Бабайлова наша, «Надежда наша» написала в прозе.ру такую вот вещь. Она называется «Сватхистана и ко». И компания. И компания. Ну, значит, я две строчки прочитаю, что там написано, а все желающие там могут взять и прочитать в прозе. Да, согласна. «Надежда Бабайлова». Итак, «Свадьба», «Истина», «Хана». Ну, я расшифровываю это слово, непонятное для меня. Да, «Хана». Я его разделяю на кусочки и пытаюсь понять, что же это такое. Да, дальше ты пишешь, нет, половая чакра. Потом ты пишешь, чара, чарка. О, великий и могучий, как ты многолекий прекрасен, наш дешифратор истин, русский язык. Отступим от силамудрия, чего уж там, на пассажок полюбопытствуем о сексе и оргазме. Я это, когда прочитал, я вытащил из своих трубок свою старую трубку, я уже не курю, Сергей. Но чтобы показать, какой я мачо. Поскольку мы будем говорить о сексе и о оргазме. Ну, ты представляешь, ну, ты представляешь, такая тема. Ну, я с тобой вот предварительно говорил, минутку ты сказала, как только я это написала. Тут сразу все набежали, набежали, потому что система секс, оргазм. Конечно, конечно. Все на человеческих слабостях построено. Именно туда все идут. Ча, знаешь, что сделали, по-моему, это служба московская, как она называется. Ну, чтобы заходили, там записывались все. Там есть такая штучечка, я вдруг случай. Госуслуги, Хашай. А, Госуслуги называется. Доступ к порно-сайтам через госуслуги. Ты об этом хочешь сказать? Это такой смех. Доступ к порно-сайтам через госуслуги. Такой смех, чтобы люди туда записывать через порно-сайт. Потому что, Ань, это же кто-то додумался. Это же надо додуматься. Ну, видимо, я изобрела велосипед, я поняла, что ты в работе всю жизнь практически бесплатно, без сребреник. Когда ты, наконец, решился хотя бы элементарно райскую группу сделать, я очень обрадовалась, потому что сколько можно. Времена-то другие. Дорогая надежда, ты нахер. Ты посмотришь. Ну, там же ты напиши, что это юмор. И дальше напиши, а вы что, хотели бесплатно в рай попасть? Я думаю, что уже все записано в аналог истории на зуме. Но там я поправлю, конечно. Я тебе сразу скажу, чтобы все поняли, кто нас смотрит. Особенно новичок, который не в курсе дела. Да. Вдруг услышит это райская группа за деньги, что такое. Это дорогая группа, действительно. Но туда заходят только те люди, которые не хотят смотреть бесплатно. Вот то, что я делаю бесплатно, даю все бесплатно. Они хотят лично, чтобы я их сопровождал до результатов, которые они над каким-то проектом трудятся. Ты, конечно, у нас будешь в райской группе. У нас еще в райской группе будет и наша Маша Око из Америки. И там еще несколько человек. И там я буду вас сопровождать. О, я там дам, что такое райская группа. Я вам подскажу такие упражнения, с помощью которых вы будете использовать сон. Сон. Когда вы будете спать, а у вас в голове будут решаться волнующие вас вопросы, которые вы хотите решить, получить ответы. И бьетесь в этом проекте какой. Ну, кто в каком. Я, например, картину рисую, ты, например, прозу там пишешь, и математикой своей занимаешься, и химией, и физикой, и про магнитики своей рассказываешь, и про потенциал, как устроен мир через плюс-минус. Ну, а там вот ты будешь быстрее продвигаться, как лучше об этом другим людям рассказывать. Это да, у меня проблема, потому что я считаю, что меня должны понимать с полуслова. А с полуслова меня не понимает никто. Ну, понятно, ты же физик-химик, а я вот больше лирик, гуманитарными науками занимаюсь. Так вот, я что хочу сказать. У меня был друг Рахман Шикареев. Он прекрасный цветник, художник какой был, чудесный цветник. Он мне, когда я увидел, какие у него яркие краски, я тоже подумал, я же тоже могу яркие краски. И поэтому у меня, видишь, какие яркие краски. Эта картина называется Крамер. Это по Анастасии Крамер из Рязани, который шашкой фланкирует, хороходы вводит. Психолог, ученица моя там. Мы ее тоже в группу возьмем райскую. Так вот, Рахман Шикареев чего сказал однажды? Оказывается, он в Баку кончал академию художественную. А сам из Дагестана был, а сам он в Москве жил и работал. И он сказал азербайджанскую пословицу. Он сказал такое, есть, говорит, такая пословица. Ишак, говорит, стукнул и в рай поставил. Человека Ишак стукнул, и то, случайно, в рай попал. Да, понятно. Ну, вот такая пословица, что кому-то сильно повезло, он имеет в виду. Но у нас не сильно повезло. У нас достойные люди, которые действительно своим трудом, своими достижениями, как говорится, удостоились, что я их включил в райскую группу. И там будут методики. Ну, они, пожалуйста, извините меня. Ты там свою прозеру напиши, она же бесплатная тоже есть. То все получают у меня на ликбезах бесплатно. Вот через день-два будет у нас бесплатный ликбез. А потом будет вебинар. Всем доступно. Не обязательно быть вам в райской группе. Потому что это дорогая группа, дорогие мои. Это те, которые хотят, чтобы я свое время жизненное отдавал и сидел, сопровождал индивидуальные встречи. Это совсем другое. Ну, райское почему? Я объясняю. Потому что я такой крутой, суперкрутой на планете. Я понял, я догадался, что именно в раю мы получаем ответы на наши вопросы, которые нас мучают в жизни. Мы именно в раю, то есть в аду мы их нарабатываем, в раю мы ответы получаем. И что это райское состояние у нас возникает между сном и бодрствованием именно в самой текстуре вот этого состояния, промежуточного состояния между сном и бодрствованием, состоянием нуля. Там такая максимальная защищенность, там такая комфортность, там такое состояние безмятежности. Вот Байбалова, что любит женщина. Защита, безмятежность, глубинный покой. А ты говоришь об оргазме. Ну, во-первых, я не Байбалова, Байбалова, Крючкова. А если я, а крючок, это вцепится, уже не отпустит. Во-первых, я рада, что есть райская группа, но я туда не стремлюсь, потому что я сама люблю отвечать на вопросы, тем более ключ, твой ключ, у меня со мной 30 лет, я всегда знаю, что он со мной, я просто живу в нем и знаю, что вторую половину жизни я сделала с ключом на шее. Вот была Анна на шее, а я с ключом твоим на шее всю жизнь. Поэтому, но дело в том, что коучем или тренером мне, наверное, уже не стать никогда. У меня другое, я сажусь вот в этом состоянии, оно сродни вдохновению, я сижу из-под моего пера прежде, а теперь из-под кнопок. Выходят какие-то тексты, которые я потом сама перечитываю и удивляюсь. Это откуда, понимаете, это откуда, сверху приходит. Я это не изобретаю, я это мало чего знаю, я не физик, я не химик, я теплоэнергетик, инженер, изобретатель и придумщик. Я генератор идей. Мне, конечно, привод нужен, как всем. Вот. А я просто делюсь, я бегу и думаю, я хочу быть полезной, я там хочу быть полезной, я сам хочу. Я знаю, как спастись дешево от наводнений. Вот, 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 почему, стоп, 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 Байбайловая, Надежда, ты наша, послушай внимательно. Дело в том, чтобы в районе попасть, в это состояние, чтобы попасть, в это состояние бесконечности, безвремени, безмятежности. И решить там вопрос, чтобы было озарение по заказу. Ну зачем туда ходить зря? Ну, это тот вопрос, который Менделеева все время мучил, и, наконец, он во сне, как говорится, в мифе нашел его, но там есть соль. Соль заключается в том, что надо сформулировать вопрос, который вас волнует, а я там научу ключевому дыханию, которое лежит в сердце, дыхание любого йоговского, дыхание бутейка, дыхание стрельниковой, дыхание ребефинг, дыхание всяких методик, где там считают, сколько вдох, сколько выдох, ничего этого делать не надо, это все глупости. Согласна. Там лежит в основе состояние. Мне сам бутейка сказал, когда он сделал вот это вот диамоторное движение рук, ключевой стресс. Дыхание рождается само. Он сказал, дыхание стало как надо, лучше бутейка же, никто не знал метод бутейки. Он же, конечно, сам и сказал. Так вопрос заключается в том, что там ключевое дыхание я даю в райской группе, и когда человек делает ключевое дыхание 2-3 минуты, у него и возникает вот это состояние, которого добиваются по методу бутейка, по ребефингу, по холотропному дыханию и по разным стрельниковым дыханиям. Вот это самое состояние в результате, когда происходит согласование духа и материи, души и тела, синхронизация, стресс снимается, и выходишь на состояние. А там знаешь, какое дыхание? Вроде дышишь, вроде ты-то знаешь. Слушай, и вот это главное, в ключевом дыхании они там возьмут и будут формулировать себе вопрос. А что меня волнует на самом деле? Секс. А, ну кого-то секс, а кого-то как лучше играть на скрипте. Вот послушай, раз тебя волнует, как бы... Нет, не меня, а я отвечаю за них. А, за них, понятно. Ты лучше всех знаешь, что всех волнует. Правда, мне одна женщина сказала, женщины лучше других поймут, женщин. А для них всегда все понятно между собой. Да, ну может быть, мужчины тоже все понимают. Мужчины любят футбол, а женщины любят секс, да? Ну посмотрим. Нет, вообще все не так сказал. Я юморист. Вообще все не так, юморист. Короче говоря, я просто хочу добавить седьмую ноту в твою райскую группу. А, подожди, подожди, я хотел сказать, что там как раз и то, что ты сказала, что ты думаешь о полезности, как помочь. Вот там как раз важно, чтобы произошло после ключевого дыхания, когда человек сформулировал себе вопрос, чего же я хочу решить. Потом, когда он ложится спать, добавить туда общечеловеческие ценности. Чем я могу быть полезен для всего человечества? Потому что нормальный человек – это человек, который болеет не только о себе. Потому что будешь болеть только о себе, один и останешься. Нормальный человек – это который болеет и о себе, и о близких, и о человечестве. Да, и вот это надо туда включать для того, чтобы произошло. Еще надо кое-что включить, что открывает у него изобретательское мышление. Я там подсказываю, райской группе. Да, но это вопрос такой, кто хочет туда войти, пожалуйста, пишите мне в WhatsApp или в Skype, и мы поговорим, и я узнаю, действительно вы, как говорится, достойны этого или нет. И войдете туда, а там будет райская жизнь, потому что вы будете решать те проблемы, которые нерешаемые задачи, которые до этого вам казались неподъемными. Да, да, да. Но теперь говори, надежда наша. Я хочу сказать, что поскольку я 30 лет, твой лучший ученик, заочный, я тебя нашла через 15 лет из чувства благодарности. Я тебя видела 10 минут на экране, будучи в глубочайшей депрессии. Когда экран погас? На каком экране ты меня увидела? Черно-белый телевизор, 89-й год, июль. Точно. Я тогда еще курил. Переда, да. Ты не курил. Я тогда курил. Я был, у меня такие мышцы были, такие здоровые. Сейчас тоже. Я вообще, я даже твое имя не запомнила, потому что это была маленькая передача. У меня был сжатый от страха мозг паническая атака. И Мария, Мария, да. Передача называлась «Это вы можете» для изобретателей. Вот «Рабыни Изаура» 45 минут и полчаса передача «Это вы можете». Это были единственные минуты, когда меня отпускала паника. Ну, знаешь, что такое паника. У тебя паники были, да? Панические атаки, ну, практически непрерывные. Я могла съесть все, что угодно, если бы мне дали. Таблетки я не хотела, я их просто носила в кулаке. Если я понимала, что в сумочке у меня нет этих таблеток, которые я все равно не пью, у меня начиналась атака. Короче говоря, на даче, будучи одна, я включила телевизор и я знала, в 11 часов начиналась эта передача. Ну, могу ошибаться. Появился какой-то товарищ. Да-да-да, черновой. Да. Не помню, в халате ты был или нет, но тебя представили как доктора, который умеет вводить людей в состояние самогипноза. Нет, управляемого самогипноза. Управляемого. Да-да-да, чтобы они сами могли это делать. Ну, так, слушай. Это упражнение, чтобы они сами могли с собой регулировать. 33 года прошло. Короче говоря, небольшая группа, сидела зрителей, ты их поднял, рассказал суть. Некоторые из уже участников ключа рассказали, что у них повысилась интуиция. Кто-то из них собирался сесть в самолет, не сел. Самолет попал в аварию. Кто-то сказал про автобус. Ну, в общем, вот такая интрига была. Потом ты предложил встать, представить, что руки поднимаются. И у некоторых, небольшого числа, эти руки поднялись. Короче говоря, перед... Это синтро-гимнастика, после которой за 30 лет, я понимаю. Там еще не было синтро-гимнастика. Синтро-гимнастика. Подожди. Ну, ты тоже... Синтро-гимнастика снимает. Ты стараешься в этот зум со мной рассказать всем с нуля о ключе. Нет, давай я расскажу сейчас об этой передаче. Она шла совсем немного, потому что сюжетов там было немало. Но меня это заинтересовало. И ты еще сказала, что в это состояние некоторые люди могут входить сами. Но их небольшое число, их всего 5%. Как меня зацепило. Я думаю, да я не я, чтобы я не вошла. Я стою перед экраном, который показывает совсем другое. Может быть, даже я выключила телевизор. И сказала себе так. Ну, ум-то был несколько странный. В таком состоянии он не может быть адекватным совсем. Неадекватный ум спросил. Так, Надя, твои руки не хотят подниматься. Ну, они вообще-то тяжелые. У меня кость тяжелая. Может быть, мои руки хотят чего-нибудь другого? Спросила я у себя. И стала слушать. Чего же мне ответят руки? Я понимала, что у них нет рта, языка, чтобы сказать мне. Надя, мы хотим откручиваться. Они просто стали ерзать. И я за ними, я за ними. Потом у меня плечи поднялись. Потом у меня голова. Как при Кашпировском начала двигаться. Я начала следовать и с изумлением наблюдать. Значит, затаив дыхание. И вот как меня раскочегарило, дорогие товарищи. В конце я уже сделала мостик. Я сделала березку. И рот у меня расплылся до ушей. Я поняла, что я здорова, я здорова. Но так счастлива, чересчур, что мне захотелось сразу всех хватать и лечить. Я поняла, что... Слушай, а я вот, в отличие от тебя, который тебя научил этому 30 лет назад, как ты говоришь, с экрана телевизора. А мы тогда вели передачи «Помоги себе сам» центрального телевизора. Этих я не видела. Я вот видела 5 минут. И 15 лет прошло. 15 лет назад. То, что ты ухватила сразу, применила к себе именно тем, что наблюдала, что же тело хочет, когда руки не могут идти, а что они... Ты начала так делать. Так я сам-то, который тебе это дал, сам-то это понял через 20 лет. И поэтому придумал следующие этапы развития метода ключа. И сихрадематику и прочее. Сихрадематику. Так ты, оказывается, раньше меня это поняла? Ну да. Я об этом и хотела сказать. Я тебя поздравляю. Вот я хочу тебе сказать, вот у нас есть участники школы, человек будущего, хомофутурус, которые еще лучше меня понимают вот это все. И они уже свои приемы пишут. И они вот в прошлой книге, которая получила статус бестстеллера 3-4 месяца назад уже, они там уже участвуют со своими именами, со своими приемами по принципу ключа. Просто я даю осознание этих процессов, как психофизиолог, как врач-психолог, врач и художник, тренер и педагог и так далее. Я даю осознание, и вдруг человек раз узнает, да я же это могу. И начинает и сам изобретает у нас столько выдающихся там учеников, участников. Мы все общаемся и создаем науку человечности сейчас. Я думаю. который в каждом веке от природы есть, потому что в нем заложен весь потенциал предшествующих поколений. Я тебе хочу сказать, ты меня сама превзошла, я до тебя дошел тогда, сам осознал, теперь я сделаю школу, теперь вот видишь, как в сотрудничестве все происходит. А теперь переходи к оргазму, о чем ты хотела сказать. Вот это и есть состояние, вот это когда... Да, мы с тобой в таком уже возрасте, что нас в плохом трудно заподозрить. Так вообще никто не заподозрит. Вот, поэтому... Да, слушай, самый большой страх, это страх запретов, страх запретных тем. Я как-то решила, что что мне в свои 67 лет, я же забочусь о детях, я забочусь о внуках, я в конце концов о всем человечестве вечно забочусь. Вот это и надо, когда засыпаешь, подключать после ключевого дыхания. Так мы о сексе или... Да, ну я уже хотел научиться. Ну ладно, когда райский групп... Ты ведь все свернул опять на лекцию. Да, я хотел, да, хотел раскрыть секреты райской группы, ну что делать, ну давай. Это нет, это хорошее. Я хотела сказать, что вот эта привычка наблюдать за собой, вот как я сказала, что же хотят мои руки. А здесь чего-то вдруг, я спросила рано утром, в это время обычно происходит, наверное, ну пробуждение тела или что-то. А у меня привычка, я жду подтягиваний, я сканирую своим вниманием весь свой организм, ну просто так. Из любопытства по привычке, по нужности этого. Вместо зарядки. Я ленивая, страшная, никогда не любила физкультуру. Вот это, знаете, одинаковое для всех, это не для меня. И когда твои слушатели придумали какой-то прием, пусть они будут уверены, что никому не понадобится. Люди родят свое личное, организм неповторим. Так это, в общем, вот этими разными приемами, перебирая разные варианты, открываем наше собственное слышание. Ну да, кому-то надо подсказать, может быть. И вот я привыкла это сканировать. Однажды я поняла, что когда я отпускаю свое лицо и сканирую его, начинаются гримасы, начинается особое дыхание, крылья носа по-особому. Я поняла, что это же дыхание по бутейке, окей, и поэтому для меня запретных пяток как бы нет. Я почувствовала, что ощущение такое внизу живота. Я думаю, вот это я рассмотрю, что это такое? Внимательно, как будто ты разжигаешь маленькую искорку. Вот вокруг тайга, холодно, а тебе нужно вот эту искорку сберечь. Почти не дыша, собрав свое внимание. Затаив дыхание, затаив дыхание. Затаив дыхание конкретно. Приятному. Вот это же ключевой момент. Затаив дыхание. Затаив дыхание. К комфорту, да-да-да. Это же есть ключевое дыхание. Когда ты, естественно, прислушиваешься к фазе тепла. Это же есть вот это. И вот. Я хочу сказать, что даже воры получают свой адреналин, потому что они крадутся, и в этом, видимо, моменте они получают какой-то свой адреналин, что-то свой. Как они когда-то играют в казино, проигрывая сумма. Они тоже повышали дыхание в какой-то момент, ожидая чего-то. Верно, вот верно. А вот ключ, вот это умение собраться, внимание внутрь себя, в православии есть такой термин. Внутрь имания. Внутрь себя. То есть там люди прислушиваются к своей совести. А мы по-простому. Давайте прислушаемся к малейшим ощущениям внутри себя. Те, которые сначала ярко, потом неочевидным, еле уловимым. И чем больше мы увлечены методом ключ для себя, любимых, тем глубже мы погружаемся в тайны мироздания, в тайны собственного тела. И вот я, когда обнаружила, что я эту искорку могу раздуть, я получила замечательный молодежный оргазм, не имея рядом с собой мужчину. Он спал за двумя дверями. И его как бы интересую, но не я, похоже. Я не рисовала перед собой голых, прекрасных мужчин. И вообще это ничего не меня интересовало, кроме самой себя. Это не то, что мальчик, подросток думает о девочке. Да, абсолютно. И у него получается процесс. Это уже вершина, понимаете, вершина. Передо мной открылась седьмая изобретная чакра. То есть это состояние открылось, совсем не связанное с образами мальчиков, девочек. Это Камасутра. Камасутра без рук. Да, да, да. Целомудренная. Без картинок, да. То есть секса нет, а оргазм на. Это же есть то, о чем Чексен Михаил говорит о потоке. Когда человек испытывает экстаз, когда он ходит в творческий процесс. Это то самое начало вдохновения. Это то самое, что индейцы называют прана. Это энергия вселенская, которая включилась. У кого она задерживается на уровне нижней чакры, он чувствует половое возбуждение. У кого повыше, он чувствует... А мы можем задержаться на том, что... А у меня, допустим, здесь Сахасрара называется. Ну, потому что Хас, Хас там есть. У меня семь ключей на связке. Я могу открыть любую чакру. Молодец. Ну да, теперь мне надо как мачо сесть. Скажи, пожалуйста, надежда наша. Ведь ты понимаешь хорошо, сколько раз я тебе говорил за эти годы, что другой человек, когда ты говоришь, да это ж так легко, войди в состояние. Вот как у нас у Тармина была подруга, которую я потом выключил из контактов. Она в Петербурге. Она всем там стала директорствовать, учить там. Говорит, да это легко, войди, я вот так делаю. Она-то так делает, и она не понимает, что другой не может так. Она ему говорит, а ты делай, давай, я сейчас дам, говорит, по одному месту. И ты сразу, как говорится, как Ишак ударил, а в рай попал. Нет, не получается, я ей столько объяснял. Ты пойми, то, что тебе самоочевидно, другому не самоочевидно. Другому не самоочевидно. Он может зажатый, у него может быть напряжение, он может быть ждет в этот момент чего-то необычного, и это его мешает включиться в состояние этой. Что такое это за состояние? Хочешь, я тебе скажу? Скажи. Состояние внутренней свободы. Это состояние внутренней свободы. Как я бы пошутила? Да неужели, Хасай? Это состояние, когда ты выходишь туда, ты хочешь всех любить. Это есть состояние любви и свободы, поэтому, говорит, Бог, я говорю, Бог не над нами, но и вокруг, и внутри нас, как говорил Христос. Царство Божие внутри вас есть. А некоторые люди понимают это буквально. Вот помру, попаду в рай. Оказывается, можно живем, попасть в райскую группу и там получать эти состояния. Пожалуйста. Наденька, скажи еще маленький, скажи еще что-нибудь, потому что так с тобой интересно разговаривать. И я думаю, очень многие люди, которые не знали, что когда они ждут чего-то необычного, у них ничего не получается. Им не надо ничего ждать необычного. Им надо просто думать, о чем думается, делать, что делается. Вот у нас есть волна по зеленой зоне, и выходишь на это состояние автоматически. Свободное состояние сознания, свободное состояние тела. Снимаются блоки, страхи, стереотипы. Добавляешь туда самомассаж точек, если чувствуешь там болезнь. Я же все это на бесплатных либезах рассказываю. Я, как женщина, я всегда смотрю низко голову наклоня, искоса. Так вот, я не думала тогда, в 89-м, о чем думается. Что я, мне не думалось ни о чем, кроме не вернулся бы этот страх. Но моя увлеченность, мое любопытство, вот это умение сосредоточиться, я чуть-чуть предысторию скажу. Я ведь в хронические атаки впала-то совсем не зря. Я сверзилась из рая. Я между сном и явью изобретала нечто, что может осчастливить все человечество три дня и три ночи. Я овен, мне не спать нельзя. И когда я, наконец, во сне, мне сказали, ну вот тебе, Надя, вот тебе решение. Вот тебе синусоида, сверни провод синусоидой и на тебе сверхпроводимость. И я была так счастлива. Открытие ты сделала. Да нет, это был бред. Это был бред. И после этого бреда на меня обрушился горячая волна, мозг перегрелся и обрушился страх. И это очень опасные штуки. Лезть в это промежуточное состояние между сном и явью предостерегаю аккуратно. Не, ну поэтому школа цивая для того, чтобы научить человека снимать зажатости. Да, простые вещи, пожалуйста. Обязательно. Почему так надо? Ты правильно говоришь. Потому что человек вдруг вошел в состояние ажиотажа, ему-то хорошо, он там поет песни кровообращения у него. Если у него что-то с сосудиками не так, а его кто-то раз вытащил оттуда, сядь и сиди. И он сел, и у него бах. Это раз. Во-вторых, это и приключения, и при йоге, и при медитации, и при танце, и при песне. Это всегда так бывает. Шибко называется. Да, или эйфория может достичь такого апогея, что человек скажет, я могу летать, и шагню с балкона. Слушай, а там это в интернете смотрю, некоторые люди тренируются из тела выходить. Ой, не надо. Я просто не могу понять. Ну, поставьте себе задачу, засыпаешь, что ты хочешь выйти из тела. Время от времени просыпайся принудительно. Ну, допустим, будильник поставь каждые пять минут, чтобы тебя. И когда ты качаешься на волнах пробуждения и засыпания, эта задача в какой-то момент попасть в фазу, и в этот момент у тебя будет ощущение, что ты вышел из тела. Но это не значит, что в прямом смысле, там куда-то душа полетела, ты там с кем-то встречаешь, ты глупость полная. Это все внутри мозга происходит. А мы так задачи решаем различные, очень сложные, хоть математические, хоть какие оздоровительные. Засыпая, у нас был вебинар прекрасный, молекулярная какая-то ремонтная бригада. Когда человек засыпал, с желанием выздороветь немножко, с желанием выздороветь, он засыпал, и вот на этой волне драй-дрейфа между будущим и сном опять думал об этом, опять думал об этом, и потом вдруг у него появился внутри генератор внутренней аптеки. И потом они мне все пишут, я там за два-три дня вдруг как будто гора сплечит, ремонтная бригада во мне работала постоянно, безусловно, неукоснительно, безупречно очинила все мои молекулы. Ну да-да-да, 20-30% сразу могут так, так и у Кашпиленского они так же быстро выздоровели. Он только ручкой так махал, они там все заряжались, понимаешь, 30% людей очень легко в транс входит, очень легко в транс входит. А мы обучаем тому, чтобы 100% могли, потому что в транс, оказывается, можно входить в осознанное, использовать это состояние для раскрытия творческих качеств и способностей, быстрее адаптироваться к разной неизвестности, и тут же изобретать, что надо делать в условиях неопределенности. Я такие умные вещи буду говорить, что никто меня уже больше слышит. А давай мы не будем сейчас умные вещи повторять, потому что их повторил раз тысячу, наверное. Я всегда на новичка работаю, я всегда на новичка. Все, а я, да, хорошо. Уже не понимает, о чем речь. Все согласна. Так вот. Это интернет, извините, друзья, это не книжка, когда ты в любой момент можешь перелистать то, что ты хочешь, это интернет. Поэтому мне приходится повторять, с учетом, что новичок в школу пошел и хочет сразу в тему. А я могу сказать, что есть слово такое, маркетинг. Так вот, маркетинг ключа очень может заключаться в том, что не спасать человечество людям бросится. Во-первых, если он болен, он будет спасать себя. И абсолютно большинство кинется узнать, а как же получить оргазм бесплатно? Ну, давай расскажи, как получить оргазм бесплатно. Войдите на... Еще раз. Ответ простой. Научитесь входить в ключ, потом разберемся. А я все время в этом состоянии экстаза, когда я работой любимой занимаюсь. Понимаете, всеобщий экстаз, он слишком масштабен. Когда мы в жизни, вот я в жизни, я просто с любопытством смотрю, думаю, я же старею, мне морщины не нужны. Я знаю, что есть массаж такой, гримасничание. Зачем я буду платить деньги этим теткам-коучам с их гримасами? Я просто морду лица отпущу и начну зевать, морщить нос. Что-то делать такие рожи, знаете, как обезьянки в зоопарке. Все дети так делают всегда, дураки. Да, как дети, будьте как дети, спасетесь в Писании написать. С лицом мы поиграли, потом я опускаюсь, ниже дыхание. Тут у меня ноздри подключаются, тут у меня дыхание пошло. Потом руки пошли. Потом я могу... Там же я вообще танцевать никогда не умела. Как я танцевала в Арабских Эмиратах? Я ходила в ключи, все арабы были мои. Да, 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 да. Да, они тебе говорили, как Зыкина и Людмила говорят. Ты только ходи туда-сюда. Да. Если женщина... А тут была моя приятельница, да. Правильно. Она сказала, почему, когда я пою, говорит, меня меньше слушают сегодня. Ну, это раньше она мне говорила. За женщин я могу... Когда в ресторане трясутся, я говорю, ты им дай потрястись сначала, снять напряжение, а потом пусть слушают. А она говорит, правильно. Да, да, да. Так вот, женщины, которые думают, что они как-то неинтересны в постели, фрегины и так далее, вот я, когда 34-х лет была фрегитна, я не понимала, что там верещат-то люди. Что-то нахуй включат. Вот, а потом, да, ключ-то, когда я поймала, я думаю, я проверю ключ. В постели. Работай. И это работает. Ёлки-по, я поэтому инстинктивно трубку взял, понимаешь. Я же, когда твой текст прочитал, я сразу понял, о чем речь идет. Речь идет о том, чатах, о которых Надя говорит. Это функциональные связи, это функциональные, их таких нету, как анатомических образований. Конечно. Это правило взаимоотношений между органами системы, как улица, как правило дорожного движения в организме. Я, у меня есть талант эмпатии, мне так сказали психологи. Я ездила в одну длительную поездку с двумя психологинами и сестрами. И они сказали, у тебя талант эмпатии. Что это? Это талантовое чувство. Это когда ты видишь, что кто-то плачет, и ты хочешь плакать. Вот тебе просто буквально больно. Опять желательно. Но это дело в том, что это как музыкальный слух, с этим трудно жить. Потому что когда начинают показывать по телевизору, читать они части, я мгновенно это ловлю, но я не могу больше это воспринимать. Я же не могу кинуться и закрыть всем. Я же одна. Это тяжелое такое свойство. Мы же, врачи выгорают, выгорание психолога. Да. Я постоянно с больными работаю по скайпу, там каждый вечер после восьми ко мне звонят. Ой, это тяжело. Помогаю. Но у меня есть компенсация, это любимая деятельность. Верно. Да, я когда, любимая деятельность, занимаюсь, например, рисую или книгу дописываю, еще что-то для кого-то там тренирую спортсмена к олимпийским играм я недавно тренирую. Я это все снимаю, потому что компенсатор нужен. Если человек, кроме того, что он вынужден делать, помогать, если он еще не компенсируется любимым делом каким-то, который легко делается, когда, вот он, где он ходит, в это состояние, то же самое оргазм, он там чувствует, ему все нипочем, кто ему что там сказал, он прямо там состоялся. Да, он сосредоточен. Он дарит, он творец, он Бог в этот момент, он владеет ситуацией, потому что все ему потом говорят, спасибо, дорогой, спасибо, дорогой. Ну, конечно. Можно я добавлю? Вот целитель вынужден себя, значит, как бы напрягать и расслаблять, то есть и чувствовать больного, и загрубить свое ощущение, чтобы самому-то не попасть. А вот человек, который учится к ночу, он должен свою шкурку-то тоньше сделать, слух свой тоньше сделать. А он говорит, а у меня медведь на ухо наступил, а я не слышу. А вот у меня сыночка однажды запел и врет. Музыка неправильна. Я говорю, сыночка, одно ушко пальчиком закрой, он запел. Вставай, страна огромная. А потом говорит, ой, он услышал сам себя. Одно, как лепс. То есть должен быть такой прием, чтобы человек сам себя услышал и так хотел. Ну, кого же он будет слушать? Он будет слушать учителя, которому верит, и себя, если он, наконец, в себя поверит. Услышит себя, если себя услышит. Ну, Наденька, спасибо тебе большое. Про оргазм ты рассказала. Оказывается, состояние вдохновения, экстаза в творческой деятельности это тоже самый оргазм. Просто на разных уровнях, на разных чакрах, как ты говоришь. Единый в трех лицах, а даже в семье. Ну да. Спасибо тебе огромное. Наконец-то мы с тобой все-таки встретились на экране. Слушай, за 30 лет. Так? За 30 лет. Елки-шалки. Да, но интернет помог, понимаешь? Если бы интернета не было, мы можем никогда не встретить. А может быть, встретились бы наоборот. Я через 15 лет себя нашла, когда интернет появился. Я набрала слово ключ и врач. Все. Я не знала, как это слово. Понятно. Отличное слово. Надя, я тебя очень люблю, и я хочу, чтобы все понимали, нормальные люди между собой, они друг друга любят, нормальные люди. Да, я хочу сказать, что ненормальных-то больше на планете Земля. Потому что не все более раскрепощенные. Потому что все другие в основном зажатые шаблонами мысли. Это как надо, что надо. Их, наверное, не так воспитывали. В детстве больше били. Или папа алкоголиком был. Или лекарства мама пила все время. Или еще что-то такое. Ну, лучше бы нормальные такие люди. Вот я очень больной, инвалид тяжеленный. Но у меня нормальное вот это вот внутри. Хотя у меня два инсульта было. Да. Ну, и шея перерезана после травы. Но я хочу сказать, что такое нормальность. Вот сейчас там Швабс, Вапс, там кто-то хотят нам новый. Швабс. Пост капитализм. Да, хотят навязать. Глупость это все. Дело в том, что мы переходим сейчас на новую форму освоения энергии. Мы сейчас переходим, как раньше было, механическая, потом это электрическая, потом атомная, потом ядерная, потом вот сейчас переходим на цифру. Это информационная. Мы переходим из реальности в виртуальную реальность. И этот переход не каждый человек может осознать. и здесь как раз таки нужно, чтобы мы создали науку человечности. Потому что религии нас не спасли. Художественная литература нас не спасла. Ничего нас не спасло. Это новое что-то. И когда человек переходит на новую ступень, он теряется. Этот Шваб, эти все прочие воспользовались этим. Катасонова смотрел профессора экономики. Закачали триллионы в фарминдустрию фармакологическую. Потому что, как ты говоришь, на порно бросаются. Вот ты говоришь, я написал это столько сразу подписчиков про здоровье. Это про секс. Точно так же бросаются больные на лекарства. А я вот в мединституте учился. Предмет фармакологии терпеть не мог. И поэтому я не случайно создал школу у человека будущего. Потому что я и художник, и писатель, и тренер, и педагог, и так далее. И врач. И при этом терпеть не мог фармакологии. Как любят говорить женщины, все не случайно. Ну, конечно, все не случайно, когда уже случилось. Поэтому я тебе хочу сказать, что мы победим. Вместе мы сила. Пандемию победим. Я тут все знаю, потому что сейчас идут протесты, сейчас уже люди не хотят, чтобы их закабаляли. А кто хочет быть рабом? Ну, кто хочет быть рабом? Просто люди растерялись, потому что шагнули в новую эпоху, эпоху неизвестности, и растерялись. А мы как раз таки обучаем приемам, с помощью которых можно в любой новой ситуации прислушаться, как Надя сказала, к себе. А что тебе хочется в этот момент делать? Какие действия? Поделать их немножко, разбросить стресс, и понять, чего нужно делать, быстрее адаптироваться. разрабатываем у нас вместе с этим изобретательские качества и способности, быстрейшие адаптации. Наденька, спасибо тебе большое, солнышко. Одну секундочку, я хочу сказать, легче всего с теми, кого любили в детстве. Мы с тобой были любимы, и нам легко понять друг друга. А те, кто этого не знал, это же можно заплакать над этими людьми. Вот в чем проблема. А мы, советские, как-то нам так повезло. Ну, да, 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 но я тебе тоже дополнить хочу. У меня есть приятельница, очень хороший писатель, выдающийся писатель, она много пишет и так далее, ее все читают. Да. Ну, у нее бывают такие, у нее из-за того, что там какие-то моменты были, может, у дедушки, у бабушки что-то было не так, или они лекарства пили, еще что-то. У нее бывают такие состояния, когда она, или кто-то был алкоголик, Бехтерев об этом много писал, какие последствия бывают у алкоголика у детей там это. Вот у нее, у этой девочки, писательницы, но она уже взрослый человек, бывают иногда периоды, когда она в такой эйфории находится и такие вещи пишет, и все женщины пишут, да, 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 мы тоже такие были, мы тоже это вспоминаем. Потом у нее наступает период депрессии. Она пишет у нее МДП, она пишет потом это самое удрученое, и она в этот момент говорит, как ее родители не любили. Да любили они ее. Не умели просто сказать. Ну, она не воспринимала, у нее с головой что-то не в порядке. Она прекрасная девочка, я почему об этом говорю, что человек, она прекрасный, но у нее вот эта нервная система качается, и когда вот бывает такое, что и родители любят детей, лелеют, а ребенок потом говорит, меня ненавидела бабушка. Да как же ненавидела, бабушка только о тебе и заботилась. Я почему это рассказываю, мы же пытаемся объяснить людям многие закономерности, я поэтому пользуюсь каждым случаем. Ну, ладно. И одну секунду я хочу сказать, ключ откроет двери, все двери, к самому себе. Единственное, что он не научит, солнце еденью. Кушать надо. Кушать. А все остальное. А у меня друг Фарид Хайрюлин, который крупы ведет, алкоголизм лечит, пять километров каждый день плавает. Недавно я видео его оставил. Вот такой вот человек, вот такой человек. Он только мясо ест. Только мясо. Он говорит, главное не смешивать с глюкозой и углеводами. Согласна. Каждый подбирает себе пищу, главное, говорит, вот не смешивать вот то, что не нужно смешивать. Ладно, у каждого свое. Обнимаю. Обнимаю. Целую всех. Целую всех. Спасибо огромное. И для тебя лично надежда ты наша. Благодарю. До свидания. Наташенька, выключай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok